Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня мы с вами будем готовить слоеный пирог с грибами и овощами. Итак, какие ингредиенты нам понадобятся? Ну, естественно, нам понадобится упаковка слоеного бездрожжевого теста, затем 250 грамм грибов, немного растительного или оливкового масла, соль, 1 морковь, 2 сырых яйца и 1 луковица среднего размера. Ну и приступаем к приготовлению. Морковь натираем на крупной терке, а луковицу нарезаем квадратиками. Грибы моем и измельчаем. В сковороду наливаем немного растительного масла и выкладываем вместе грибы, морковь и лук. Нужно немного подсолить, накрыть крышкой и тушить до готовности. На противень выкладываем готовое слоеное тесто. Перед тем, как смешать грибную массу с яйцами, мы их будем немножечко взбивать. Это нам нужно для того, чтобы в готовом пироге яйца придали начинке такую омлетную нежность. Вот грибы и овощи готовы. Оставим их немножечко остыть, примерно минут на 20-25 и будем смешивать с нашей яичной массой. Добавляем грибы к яйцам и перемешиваем вот таким вот образом. Если вы любите зелень, то можете добавить немного свежего или, как у меня, замороженный нарезанный укроп или петрушку. Начинку выкладываем на подготовленное слоеное тесто и при помощи вилочки будем защиплять края, чтобы яичная масса не вытекала. Вот так вот при помощи вилочки склеиваем наши края. Верх пирога я тоже рекомендую в нескольких местах проколоть, для того, чтобы выходил воздух и тесто не подымалось, как шарик. Так, подготовленный пирог ставим в духовку, разогретую на 180 градусов на 30 минут. Полчасика прошло, пирожок наш готов и сейчас мы будем его сервировать. Ну вот и все. Можно приступать к трапезе. Как видите, подача очень проста. Это вот такой вот зеленый салат, это смесь разных листьев салата, немножко тертой свеклы, сам пирог и домашняя сметана. Я очень люблю грибные пироги в сочетании с такой заправочкой. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч на моей кухне! Субтитры подогнали Симон.